Я знаю, проходят дни, я знаю, стирая сны и лица, Дарксайд, вы очень ждали, и рифму я не придумал нихуя. В общем-то, у нас кальян Дарксайд интро, который мы курили больше месяца для того, чтобы в принципе понять вообще, что это такое, зачем это нужно, почему и как. Спустя определенное время мы готовы дать свое оценочное мнение по поводу этого шедевра кальяной индустрии, продолжения линейки Дарксайд. Но, предварительно, давайте-ка мы на него посмотрим немножечко поближе. Я вам его прям на столе подсниму, чтобы вы понимали, с чем мы имеем дело в разборе, потому как существует очень много горения жоп по поводу пластикового основания. Мы на него посмотрим поближе, вернемся сюда и уже непосредственно с вами будем разгонять. Поэтому перейдем на стол, посмотрим там. Так, вот, собственно говоря, примерно как-то вот так вот выглядит у нас кальян Дарксайд интро в разборе. Давайте-ка мы на него сейчас посмотрим, соберем его и потом переместимся уже с вами наверх, и там будем рассуждать уже дальше касаемо этого кальяна. Вот так приблизительно у нас с вами выглядит основание. Если его перевернуть, то снизу он выглядит примерно вот так. Так, у нас здесь есть металлическая шайба, где у нас вкручивается металл в металл для того, чтобы было супер-профортно. Вот сюда вот у нас уходит тяга, выпав шарик, вот. И, соответственно, вот в этих вот пазах у нас с вами лежат шарики для продувки, которые, собственно говоря, сделаны из пластика, что у нас есть хорошо. При этом всю эту историю закрывает вот такая вот площадка. Она у нас вроде бы как металлическая, но, честно говоря, металл как будто бы сильно не внушает доверия. Вот, выглядит странно, по весу странно и вообще в целом очень странно. Прокладывается он вот сюда и, собственно говоря, вот такое-то у нас основание. Как я вам уже говорил или скажу позже, это у нас пластик, то есть самый обычный, простой, банальный пластик. Это у нас верхняя шахта, которая без накладки выглядит вот таким вот образом. Он здесь есть вот такая вот зачем-то металлическая штука, не покрашенная. И, соответственно, не понимаю, почему многим не нравится вот этот уплотнитель. Я использую кальян вместе с ним и, в принципе, любая чашка сюда абсолютно нормально садится. При этом этот уплотнитель как будто бы даже немножко спасает от протечек. Не факт, но как будто бы сильно меньше течет вместе с ним. Ой, помывка после этого грязненькая. А это у нас накладочка, та самая Darkside. Не могу сказать, что она сильно бодро держит, потому что, ну вот я не знаю, видно или не видно. Тут есть уже какие-то легкие царапки. При этом я бы не сказал то, что у меня кальян как-то там летал, или его как-то жестко использовали, или кто-то его специально коцал. Нет, просто уже откуда-то даже появились легкие такие намеки на царапины, что не есть хорошо. Все это у нас вставляется вот так и, собственно говоря, вкручивается. То есть верхняя шахта у нас готова. Блюдца. И действительно, как говорил Серега, ну блюдца, честно говоря, так себе. До него мы немножечко, конечно, доебемся. Просто по одной простой причине. Ставя его вот так, и условно совсем чутка прижимая вот сюда, ну оно начинает приподниматься. И вот действительно, я клал как-то раз щипцы потяжелее. И когда у тебя вот так вот стоит блюдца, пошатывается, что-то как-то прям не особо-то уж и сильно прикольно. Погружная шахта. Думаю, здесь у нас никаких сюрпризов не будет. Нержавейка, металл, все нормально. Никаких намеков под диффузор у нас нет. Значит, соответственно, диффузора у нас здесь и не будет. И непосредственно сама колба, которая выглядит вот так. Вот здесь у нас, не знаю, видно на видео или нет, есть какие-то странные полосы. Как будто бы не очень аккуратно и не очень ровно отлили эту колбу. И это прям на самом деле очень сильно не радует. На кальяне за 12 тысяч рублей, когда у тебя есть такие вот странные побежалости, это странно. И, собственно говоря, вот такие вот ключики для защелки. Здесь же у нас такой вот резиновый уплотнитель. Для того, чтобы шахта прилегала на самом деле максимально плотно. Я проверял, вроде бы как даже ничего не сифонит. В целом работает все, в принципе, прекрасно. Погружная шахта вкручивается, угадайте куда, охуеть, в основание. И, соответственно, мы с вами закручиваем эту историю. Ставим на наш кальян. Ищем пазы. Хлоп, попали. Провернули. В целом вот и все. Накидываем блюдце, кальян у нас готов. Я сейчас залью в него водички и сяду снимать основное видео. Вот. Претензий на самом деле по кальяну не то, чтобы супер много осталось. Но об этом мы уже с вами поговорим наверху. Поэтому добро пожаловать наверх. А я пока что пойду забивать кальян. Собственно говоря, вы посмотрели его на видосике. Вот в приближенном рассмотрении. Господи, как у нас тут все задымлено. Надо будет очиститель воздуха включить. Ненадолго хотя бы. Вот. Ребятки. Давайте мы с вами обратимся к тому, что существуют уже обзоры на этот кальян на ютубе. Много кто его показал. По-моему, Дэвид Родригес уже снял про него ролик. Так, великий, великолепный блогер, миллионник Сергей Сургаев тоже снял уже ролик про него. И в ролике он звонил Вове Мамаю, который Мамай Кастомс. И интересовался. А вот все бомбят на пластиковое основание. Что с ним в теории может произойти. На что Вова сказал, да хрен его знает, по сути время покажет. И по факту, в принципе, я, наверное, с ребятами даже здесь немножко согласен. То, что да, по сути, по сути, это... Это прям пластик. И он прям тонкий. И действительно, если там перетянуть, затянуть и так далее, можно действительно все нахер сломать. И да, как бы мы там сами много про альфу говорили по поводу того, что резьбы, металл, полиоцеталь, когда все это вот ненадежно, это плохо. И здесь, возможно, клик-система тоже не самая удачная. Но по факту, типа, если вот его использовать, ну, не пытаясь как дурак ломать стеклянный хуй, да, то вроде бы все должно быть нормально. А не то, чтобы я оправдываю. Я тоже ваху из того, что он стоит 12 тысяч. А он стоит 12 тысяч рублей. И где-то концептик смарт, который хуесосили за то, что он стоит 11 тысяч, говорит, подержите мое пиво. Хотя вот по факту, если добавить к нему колбу, то будет он стоить примерно столько же. Линейка интро получается у нас, но линейка как модель интро. До чего я не додумался сам, это у нас тезис Сергея Сургаева, что интро это как интро в альбоме. То есть, скорее всего, будет продолжение линейки, то есть будет несколько кальянов от Дарксайда. Это такое легкое введение в то, что нас ждет дальше. Перед тем, как перейти к своим личным ощущениям, и что я испытал прекрасного от этого кальяна, да, какие-то плюсы-минусы перечислить, существует маленькая тема. Одно из ощущений я скажу вам сейчас. Меня не покидает мысль о том, что я курю на китайском кальяне. Что я курю на китайском кальяне, что это некое устройство, которое похоже очень сильно по своей тяге и по своему конструктиву на такие кальяны, как Sky7, на такие кальяны, как EMI, 7 Star и так далее. То есть, что-то очень-очень низкобюджетного ценового сегмента, производимого в Китае ужасного качества. И тяга, вот тяга здесь, она один в один напоминает мне Sky7. Продувка вот просто послушайте. И при этом вот что самое странное, что я заметил, что в зависимости от чашки он курится абсолютно по-разному. То есть, типа я забивал это все дело на простой киллер от Японии, я его ставил, курил, курица прям очень легко. При том, что запивка была максимально плотная, без отверстий, без колодцев, без нихера. Турка, то есть здесь тоже все плотненько, нормальненько, даже легенькое касание, блядь, курица нормальная. Кальян Шрёдингера, можно так сказать. По поводу внешнего вида и прочего-прочего, да, что мы здесь можем с вами сказать. Тоже тезис интересный был у Сереги, который я немножко опроверг на его стриме, да. 12 тысяч рублей. Крутой подарочный набор. То есть, если мы берем коробку и то, как это упаковано, подарить вот такое человеку, который там, условно, я там давно хочу кальян, да, там, условно, я там хожу в кальянную, я там почему-то хочу себе кальян домой курить его раз в неделю. И вот, типа, у меня есть друзья, которые там скинулись и подарили мне это, не имея других кальянов и не щупая их, да, для меня это будет приятно. Потому что, как правило, такие любители кальяна, кто курит там раз-два в неделю, они знают, да, есть бренд DarkSide, о, круто, кальян DarkSide, вот, типа, я знаю, есть табак DarkSide, это вот то, что делают они и как бы вот штука. И в целом, не кривя душой, наверное, уже сейчас, когда я какое-то время им попользовался, честно и откровенно могу сказать, он мне нравится внешне. То есть, как бы кто сейчас мне не напихал, он мне нравится внешне. То есть, это, в принципе, симпатичная история, которая вживую, по-первых, выглядит ебать как странно, потом ты, как бы, привыкаешь к нему, смотришь, такой, да, в целом, как бы, ну, не то, чтобы и плохо. Типа, в целом, нормально. Еще отдельный респект за Мунштук, который я вам в приближенном рассмотрении показывал, но Мунштучок мне прям закатил. Мунштук прям хорош, он мне нравится. То есть, у него эргономика достаточно удобная, держать его прикольно. Ну, блядь, 12 тысяч. С тобой же тезис, который разбивает предыдущий, когда я говорил о том, что существует, типа, вот эта вот штука за 12 тысяч рублей, которую можно подарить, она круто упакована. Да, да. Добавляем полторы тысячи рублей, покупаем Union Fibonacci. Добавляем полторы тысячи рублей, покупаем на грани модель 2. Убираем тысячу рублей, покупаем Conceptic Smart. То есть, типа, есть, опять же, кальяны с дизайном и с функционалом, которые интереснее, чем это. Если бы здесь был какой-нибудь, там, хотя бы небольшой, там, встроенный миласоуловитель и так далее, что-то было бы хотя бы, ну, хотя бы как-то интереснее. По сути, миник. Миник-палка. На колбе клик с быстросъемным блюдцем. Все. Ну, типа, в нем нету ничего какого-то суперсверхъестественного или особенного. Ребят, нет. Вы от этого кальяна чего вы получите? Местами, в принципе, неплохая тяга, очень странный внешний вид, полный комплект. Расхуячите колбу. Ребята, я не помню, сколько она стоит, но что-то там, по-моему, около трех рубасов. Плюс-минус стоит только колба. Где ее взять? В душе не ебу. Наверное, где-то она в продаже свободная есть, но где я, честно говоря, представить себе не могу. Наверное, можно будет как-то ДС написать, спросить, типа, ребята, а где колба? Как купить? Да, еще, кстати, сомнительное соединение. Вот здесь стык, там такой ринг достаточно. Я бы не сказал бы, что суперуверенный. Насколько он будет держать плотничком, все, наверное, будет. Как бы, что с ним станет? Покажет только время. Я как будто бы очень сильно хочу порассуждать по нему еще подольше. Как условно, вот мы поговорили с вами про DAFT, очень много. Здесь очень хочется так сделать. Но вот как будто бы, знаете, вот типа, я на вот это вот смотрю, на вот это за 12 тысяч рублей. Хочется, знаете, что сделать? Хочется взять вот так, показать, показать самим Дарксайдам одну прикольную штуку, да? То есть можно взять вот так и сказать, что вот это, в данный момент, Дарксайд Орион, он стоит на барахолках по 4-5 тысяч. И он лучше. Во всех отношениях он лучше. Да, здесь нет клик-колбы. Да, он не новый. Да, местами, типа, где-то, если вы их находите, то вряд ли у вас будут живые магниты. Но вот моему практически уже пиздец пришел. Я даже как-то не задумывался о том, чтобы выкрутить, посмотреть, что с ним. Но он пока что держится. И в целом, как бы, слава богу, и на этом. Ну, типа, ни ржавчины, ни каких-то ничего. Ну, с ним не случилось ничего плохого. То есть, если вот это интро, и если вот это, как бы, затравка перед чем-то новым, и если, условно, что-то подобное, ну, там, условно, какой-нибудь красивый клик-колбе, вот это вот, которое вы продавали у себя же, у вас была какая-то своя отдельная форма колбы под ваши кальяны. Если вот эти вот колбы закинуть на клики, вы будете делать высокие кальяны, симпатичные, с хорошими вот такими вот штуками эргономичными. Если у вас будет какой-то дизайн в кальянах, то есть, изначальная же идея, насколько я помню, если я ничего не путаю, если я все, в принципе, правильно понял, да, то изначально идея, в принципе, кальянов DarkSide была взята вот с этого молодого человека. Вот с него. Это у нас StarBus. Вот, в принципе, насколько я понял, изначальная идея кальянов DarkSide лежала вот сюда, в StarBus. Почему? Классическая тяга, достаточно узкий внутренний диаметр шахты. Это очень неплохо передает у нас вкусоароматические свойства вашей кальяной смеси, бать. Хотя многие сегодня, блядь, со мной спорили то, что влажность никак не влияет на покур, поэтому здесь я дальше разгонять не буду. Сейчас, блядь, набегут профессора до доктора, блядь, весь кайф нахуй поломают. И это красиво. Это отдать дань уважения классике, да, с какими-то новыми фишками, плюшками. Если зенит у вас был с... У меня было два или три зенита, которые с почином поехали служить другим людям, служат им до сих пор, где был на уплотнителе шланг, потом вы сделали на магните. Класс! Продолжайте в том же духе. Вы же можете взять зенит и переработать его. Он будет классно выглядеть. Но вот это по плюсам. Да, давайте вот слуха попытаемся по плюсам. Мундштук просто охуительно. То есть вот такой вот мундштук я... Я всегда, всегда, когда беру шланг, я держусь вот типа вот здесь вот. Я держусь вот типа тремя пальцами за шланг, этими двумя верхними за сам мундштук. Практически у любого кальяна. Потому что типа, ну, блин, не знаю, мне рукоятки практически все неудобны. То ли привычка, то ли неудобно. Непонятно. Здесь я держусь четко вот здесь. Четко за рукоятку. Потому что здесь она приятная. Мне хочется ее держать в руках. Это большой жирный лайк и плюс. Молодцы. Система соединения колбы у нас на клике. У нас на магните шланг. Тоже, в принципе, нормально. Магниты меняются. И как бы по факту расходник раз в 2-3 года 200-300 рублей за магниты отдать. У вас, считайте, новый порт под непосредственно ваш шланг. Что еще? Ну, он маленький. Он полным комплектом идет. Это плюсы. Минусы. Странный внешний вид. Опять же, это имхо минус такой. Потому что большинство ребят, когда его видели, сказали, это что за пиздец. Ну, типа по факту. Минусы. Продувка. У меня, наверное, соседи до восьмого это слышат. Блюдца действительно Серега. Я что-то думал докопаться до Сереги, но нет. Вот положить сюда щипцы чуть более увесистые, чем те тонгсы, которые они продают сами маленькие. Блюдца, да, оно практически никак не зафиксировано. Это плохо. Пластиковое основание, которое можно записать в минус, а можно не записывать. Потому что пластик, по сути, это тот же самый полиоцеталь. Ну, как полиоцеталь, это немножко другое, понятное дело. Да, да, да. Напишите в комментариях, захуйсосьте меня. Пожалуйста. Пластик это немножко другое, да. Запахов он за месяц не особо-то и впитал. Что с ним будет дальше, надо посмотреть. Чтобы сломать этот пластик, ну, вот смотрите, я вот четко и ясно понимаю. Вроде бы не долбоеб, да. Кальянов было достаточное количество в руках. Я вот проворачиваю, вот, все, у меня колено открылся. Я его ставлю, когда защелкнуть, я вот его проворачиваю и вот... Ну, я не знаю, как надо давить, чтобы его сломать. То есть, типа, я сейчас надавил с такой, ну, достаточно уверенной силой, ну, не сломалось. Сколько раз он так выдержит, да хуй его знает. Сколько-то, наверное, выдержит. То есть, хотелось очень сильно разъебывать, хотелось рвать и метать, хотелось прям какашками обложить. Но вот когда ты, блядь, его покурил месяц, ты уже такой... Да, меня бесит продувка. Да, меня бесит, что он стоит 12 тысяч рублей, он, по сути, мог стоить дешевле. Да, он меня бесит, потому что он мне напоминает китайские кальяны. А, еще минус. Я постараюсь как-нибудь на фоточке это вставить. Прямо сейчас вот здесь. Ребят, если эта колба стоит 3 тысячи рублей, то я испанский летчик. Вот, серьезно. Потому что там, блядь, есть такие проебы в колбе. То есть, есть же какой-то отдел контроля. То есть, типа, есть вот у Мэтпира своя колба. Где очень редко встречаются косяки. Они редко там встречаются, они бывают. Да, это на курение никак не влияет. Но вот вы понимаете, вы прислали мне, и я такой, как бы, ну, у вас есть косяки проебы по колбе. Здесь есть там побежалости, видно какие-то линии странные. То есть, где-то я это точно видел. Я вам вот на фотках все это дело вставлю, либо на подсъеме на каком-то сделаю. Есть проебы по колбе. Они есть. И когда у вас кальян стоит 12 тысяч рублей, и в нем в комплекте идет колба, ребят, нужно понимать, что покупатель, который это купит, он будет заебывать вас вопросами. Прямо очень долго, сильно и больно. Почему? Объяснить. Объясню. Условно у нас есть вот этот вот молодой товарищ. У меня человек в паблике, в паблике, в группе, по-моему, в этом, в чатике у нас писал, что я, говорит, купил Япону. И сейчас я объясню, что конкретно ему не понравилось, чтобы вы понимали, с чем вам придется столкнуться. То есть вот тут у Японы есть... Сейчас я даже такую шахту выкручу. Есть в основании вот такие вот болты. И вот один болтик чуть-чуть выпирал. Ему говорят, возьми шестигранник, докрути. Нет. А если я сломаю? Я говорю, ну напиши производителю, сфоткай, скажи, ребят, вот такой вот косяк. Мне не нравится, что болтик не докручен. Если я сейчас начну его докручивать и сломаю, можно же так написать, да? Что типа как-то какой-то ремонт, замена какая-то будет. И это слегка торчащий болтик. А здесь побежал истин на колбы. А здесь еще, ну типа бывает такое, что вот немножечко он собирает какие-то царапки практически об воздух. И как бы понятно, да, то, что класс ценовой немножко разный. Здесь понятное дело, да, что так оно и есть. Но важно же понимать, что даже покупая кальяны за 5-7 тысяч рублей, у людей появляется огромнейшее количество вопросов касаемо качества этих кальян. То есть, ну если бы мне прислали бы вот такую колбу с точки зрения потребителя, да, за 12 тысяч рублей, я бы поднял срач. А так мне его прислали на обзор, как говорится, практически на халяву, да. То есть, ну, не знаю, странно было бы немножко ругаться. В общем, вот такие вот, ребята, пироги с котятами. То есть Darkside, этот кальян интро я не рекомендую, но он неплох. То есть даже, грубо говоря, в своем ценовом сегменте, где у нас, кто у нас там присутствует. Альфа Бит, Концептик Смарт, Хуби 30, которая серия 30, она, конечно же, чуть подешевле. Мэт Пир, Минник. В целом, это туда вписывается, но как бы объяснить? Если вы фанат кальяна, интересного пакура, какого-то определенного рода более классического, строгого и выдержанного дизайна, у вас есть варианты кроме этого. Если вы фанат бренда Darkside и вам интересно соприкоснуться с новой штукой, которую выпустила Darkside, welcome. Это прям ваше. Это прям вам надо. Потому что это действительно интересный шаг немножко в отступлении от классической линейки кальянов у Darkside. И если бы я был фанатом бренда, я бы, наверное, очень сильно бы писал кипятком и хотел бы себе это. Вот какой-то, наверное, такой вывод, ребят. Не знаю даже, что здесь еще вам сказать. Это просто неплохой кальян. Но дорогой, да. Здесь, да. Хотелось бы сказать, что Darkside спасибо за то, что прислали. Странно получилось, как нам его прислали, да? Те, кто в чате, те поймут. Спасибо Darkside. Кириллу Голубеву отдельный респект за то, что порешал и отправили. Ссылки на ребят есть в описании. Переходите, смотрите. У них там, возможно, что-то скоро новое появится. Там же чашка, там же щипцы, мундштук новый. Все это можно посмотреть там. Также спасибо всем нашим партнерам. Табачным, бестабачным. На вот этих вот молодых тигриных львов действует скидка 10%. По промокоду Ваня забей на секундочку. Да, как бы. Ага. А вот можно пойти и как бы нормально делай, нормально будет. На весь ассортимент на секундочку. Табачным, бестабачным, уголечком, жижиком нашим. Вот все ребята классные. У них есть ссылки в описании. Много активностей. И всякого рода интересная информация. Вот переходите, подписывайтесь, смотрите, смотрите с активностями. Возможно, мы там с ребятами что-то интересное делаем. А вы даже не подозреваете об этом. На этом у меня все. Спасибо вам огромное за просмотр. И как всегда по нашей старой, доброй, уже давно сложившейся традиции. Мы с вами увидимся где? Правильно. В следующем видосе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова